Самая опасность электрического оттока напряжения в том, что без специальных приборов нельзя определить, есть там напряжение или нет. Напряжение не имеет, запомните, ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Детское любопытство и желание отличиться среди подростков порой становятся причиной трагедии, так как ребята не осознают опасности, которую несет в себе электрооборудование. Подобные тематические уроки, которые проводят специалисты Кубань Энерго, помогут ребятам избежать несчастных случаев и научат их осторожности. В целом профилактика электротравматизма в электростевом комплексе в нашем предприятии – это один из главнейших вопросов, который постоянно рассматривается. Цель данного мероприятия – донести и детям, и взрослым родителям о том, насколько опасен электрический ток и дать хотя бы минимум знаний в части электробезопасности. Впереди наступает пора каникул, и дети должны понимать, как им себя вести вблизи линий электропередач, вблизи трансформаторных подстанций. С появлением смартфонов феномен селфи плотно засел в обществе. Подростков мода, конечно, тоже не обошла стороной. Поэтому ребятам рассказали и об опасности делать селфи на опорах ЛЭП рядом с действующими энергоустановками, так как попасть под напряжением можно и не касаясь тока ведущих частей, а только приблизившись к ним на недопустимое расстояние. Каждый должен знать требования безопасности, соблюдать их, выполнять. Здесь сегодня покажут полностью все и на практике, и теоретически доведут до детворей нашей. Мы прекрасно понимаем, что в рамках одного урока все задачи, которые будут доведены, они не усвоят. Поэтому у нас есть план дальнейшего сотрудничества с ними. Думаю, что это не первое занятие, не последнее. Детворе также объяснили значение запрещающих табличек, которые устанавливаются на трансформаторных подстанциях и линиях электропередачи. Научили, как целыми и невредимыми выбраться из опасной зоны, образовавшейся вокруг лежащего на земле оборванного провода. Я запомнил самое главное, что не нужно подходить к оголенным проводам, потому что это может чревато закончиться. Также не подходить к трансформаторным будкам, потому что может ударить очень сильно и останется человеком, буквально нескольких килограмм. Также, если ударил током человеком, то оказать первую медицинскую помощь. То есть вызвать скорую помощь, позвонить 112 или, как на сотом телефоне, 03, позвать родителей, соседей и, конечно, помочь, чем сможете. Поскольку сотрудники юго-западного филиала Кубани Нерго особое внимание уделяют именно детской электробезопасности, то подобные тематические уроки, конечно, не станут единичными. В ближайшее время компания проведет выездные лекции в 32 школах Анапы и Анапского района.